Витаем вас в очередном выпуске видеопроекта «Городский шпат-цирк» Просвященный нашему родному сроку Сегодня расскажу вам про улицы Промысловы Наверное, она держала свою назву тому, что на протягу прошлых годов такой и была Теперь на Промысловы живут люди разных профессий А ты хочешь сказать, что ранее было по-иншему? Да, ранее на этой улице працавали работники Цагельного завода А дамы для их будавалися, каля працы Ну, пошли знакомцы с этой улицей, а потом и поглядим, что засталось от этого завода Пошли Цагельный завод «Островец» належал Островецкому промкомбинату Сам завод был побудован в 1949 году Тут же на улице Промысловой будавали жилье для работников Дамы для семейных людей и для сезонных рабочих, которые праезжали працавать у Островец на лето Промысловая промыкает до центральной улицы Гленинской Это приватный сектор Островецк Дамы у первой части улицы стоять один до одного до статкова шильна А потом назирается раскиданность по будову Их разделяют невеличкие штучные водоемчики Парослые хмызняком и болотной травой Это карьеры где забывали глину и были япанские столы А это столы, если копавших за польским Пани В русле это все копавших Стольких было много полноводы Так и рыбы много было Сторожи-сторожили Глама, глянь! Что это за побудовы с шильвой на цегле? Мабыц, отсюда начинается история этой улицы, за которую мы выбрали шпатировать Так, теперь это хлебы А ранее это были капельные и черепичные цехи И я чула, что тут горшки работали И я чула, что тут горшки работали В начале это был гончарный цех А потом тут жили рабочие Продукция цегельного завода корысталась после войны великим опытом Ее отгружали на столицу Будывали домы, колгасные фермы, хлебы Весь такую цеху, каплю и черепицу вырабляли на островском заводе Торт засыпали в печи, где обпальвали цеху Як и глину, яго так само нарыхтовывали сами Адразу капали, потом просушывали и только тогда уже выкарастовывали Каплю обпальвали печным палевом, яго привозили в гензавозы А вот такие домики, рабилися для семейных рабочих Их будывали с червоной цехами У гэтым доме жили сезонные рабочие, якие праезжали працаваць на цегельный завод Тут, когда была столовая для рабочих цехельного завода, а теперь это приватный дом На месте этого дома, когда была заводская контора, магазин и клуб Был магазин, там на кирпичном магазине, там хлеб привозили Ну продукты привозили рабочие Далеко ж ходить было в острове, так тут так Ого, какие долгие хлебчики Это те петлявы, ранее тут сушили цехлу Что это за труба? Это что, дымоход? Так, ранее перед ней стояла круповая печь У ее опальвали цехлу Под землей была вентиляция, которая ввела до трубы Былый работник цегельного завода Иван Ядевич, вспоминая, что у сутки тут выраблялась до 20 тысяч штук цеха Цегельщики працавали у две измены, а кафельщики у одну У завода было 15 коней, с ними возили не только вагонетки с глиной, а и торф с задворником А вот где наш огород, тут же печи были А они особо на цех этой печи стояли? Не, они были сплошную А тогда ж его разбурили, и я тогда огород зробил Тут скрозь глину брали, скрозь, я бы таке Теперь уже засыпали много, а много еще и есть Глину для выработки кафли, цегли и черепицы брали тут же, на улице Прамыслова Вот одно из этих мест По словам жухаров, тут колись тя были глубокие ямини Але после того, как закрыли завод, их засыпали Коли островецкие запасы скончились, а глину начали возить в Маля Колись там глины не стало, Прамкомбинат побудовал завод в верстце Веробьи А островецкие цехи зачинили До речи, теперашний Мальский стал, куда островчане ездят купаться летом И есть былы глиняный карьер Господары подворков и теперь знаходят о своих огородах Рештки цеглы, кафли и черепицы Островецкий цегельный завод перестал оставать в 80-х годах минулых астагодзе Яго цехи стали властностью жахаров приватных домов, на территории яких я не размещались Дамы для рабочих с тягом часу были выкуплены их жильцами И теперь только назва в улице – Прамысловая Частково захованные былыя сбудования, труба и рештки былой промысловости У выгляде кавалка у цеглы, кафли и черепицы На Ямли нагадывают про тое, что неколи у нашем городку был завод С вами шпацеровали Макей Милана, Роман Дрема и редакция газеты «Островецкая правда» До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok